Мы должны знать, что в Аллах есть сильные наказания. Аллах в Коране говорит Неужто ты не видишь, как Аллах поступил с аддитами, которые строили колонны, такие великие строения с самудитами, которые строили сквозь скалы, строили дома. До сих пор их дома существуют в Мадайну Салиху, в Сунди. Как поступил с фараоном, который разгордился. То есть как их наказал Всевышний Аллах, нам дает понять, что Аллах как милостивый, так же он наказывает. Суров наказания. Но однако Аллах дает отсрочку человеку, чтобы попросить прощения. Не сразу наказывает. Аллах в Коране говорит Если сразу наказывал, то ни одного бы живого существа бы не оставил на этой же земле. Всех бы сразу наказал. Все, потому что грешные. Однако Аллах дает отсрочку. И за какие грехи Всевышний Аллах наказывает? Аллах грешников хочет простить. Аллах в Коране говорит Аллах хочет простить вас. Каждый день Аллах протягивает свою руку, чтобы попросили у него прощающих, простить тому, кто просит прощения, покаяния. Адам, алейсалям, ослушался Аллах, он съел запретный плод, попросил Аллаха прощения, Аллах простил его. В этот же момент Иблис ослушался Аллаха, его Аллах не простил. Почему? Потому что у Адама, алейсалям, был грех, шахватан, страсти. То есть, прекращенный грех, какой-то из этого, я Аллах, поле калинсану дааиф, я человек сотворен слабым, прости меня, Аллах. Попросил, прощение Аллах простил. Аллах не навредит грехи грешников, и Аллаху не поможет поклонение поклоняющих.